Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Так уж получилось, что через весь апрель красной нитью проходит тема космоса. 12 числа мы отмечали полет первого человека в космос. Это, соответственно, 50 лет со дня полета Юрия Гагарина. На днях я посмотрел фильм «Битва за Лос-Анджелес», где захватчики из космоса очередной раз порабощали Землю. Ну и, естественно, как тут мне обратиться к космосу в третий раз? На этот раз это смартфон High Screen Cosmo. Аппарат уже нельзя назвать новинкой, он свободно продается в магазинах, но своей актуальности до сих пор не потерял. Многие спрашивают мое мнение об этом устройстве, мне самому стало интересно. И поэтому, как только мне предоставилась такая возможность, я решил, что мне и вам стоит познакомиться с ним поближе. Сначала два основных момента, на которые упирает компания High Screen. Во-первых, это один из самых доступных смартфонов на базе операционной системы Android на текущий момент. Его цена сейчас крутится вокруг 7500 рублей. И, во-вторых, он имеет достаточно интересную фишку, связанную с подсветкой, точнее, с индикацией. Об этом мы поговорим чуть-чуть позднее, а пока быстренько пробежимся на предмет того, что находится в коробке. Первым делом находим всякие бумажки и гарантийные талоны. Вторым делом сразу же обращает на себя внимание аккумулятор. Аккумулятор имеет емкость 1500 мАч. Наверное, этот кадр нужно показать разработчикам из компании HTC и сказать, ребята, вот такие цифры можно получать в аккумуляторах даже не очень дорогих смартфонов. И как можно после этого выпускать флагманские аппараты с меньшими емкостями аккумулятора, я, честно говоря, не знаю. Просто позор. Далее, конечно, присутствует USB-микро-USB кабель, наушники с гарнитурой, и в отдельной коробочке живет USB-зарядное устройство. Вот так оно выглядит под обычный USB-вход. Само устройство представляет из себя комбинацию двух типов пластика. Это такой достаточно матовый серый и такой слегка глянцевый, тоже серый, но другого оттенка. Мне показалось, что такое решение очень похоже как раз на дизайн последних моделей HTC. Кажется, что крышка состоит из трех отдельных частей, но на самом деле это обман. Это одна сплошная крышка, которая просто стилистически оформлена вот из таких двух половинок, а нижняя часть несъемная, она остается непосредственно на аппарате. Раз уж мы открыли крышку, здесь мы обнаруживаем слот для карточки памяти microSD, в который установлена карточка объемом 2 гигабайта. Засунем ее обратно и установим аккумулятор. Далее крышка защелкивается сверху. Достаточно плотно и много здесь защелок по кругу. Хотел сказать, что собрано все хорошо, но чуть-чуть поскрипывает, несмотря на то, что крышка довольно плотно защелкнулась. К сожалению, сборка, скажем так, на четверку. Кнопка включения этим чудо-девайсом скрывается на верхнем торце. Она никак не проявляет своего присутствия. Практически это маленькая узенькая клавиша, никак не подписанная. Но если сюда нажимаем, то аппарат включается. Свидетельствует это таким небольшим подрагиванием вибромоторчика. Загорается наш экран. Экран имеет диагональ 3,2 дюйма. Неплохое разрешение 320 на 480, что, в общем, еще раз подчеркиваю, для такого супербюджетного смартфона очень и очень недурно. Достаточно интересной фишкой аппарата и, пожалуй, единственной в своем роде является то, что на нижней части расположены 4 светодиода, которые могут светить различными цветами в зависимости от ситуации. То есть вы сами можете выбрать, в каком режиме и каким цветом вы хотите, чтобы они светились. То есть, например, при включении сейчас установлено то, что цвет этих светодиодов зеленый. При входящем звонке он может быть, например, синего или желтого цвета. При зарядке он может быть, к примеру, белый и так далее. То есть все это уставляется в настройках, и все это я вам покажу чуть позже. Считаю, что это некая фишка, и в темноте такая своеобразная цветомузыка. Ну, наверное, наверное, была бы как минимум необычна. Внутри аппарата находим совершенно голый Android, то есть версия здесь установлена 2.2. Сейчас я вам это продемонстрирую. Никаких украшалок, никаких оболочек компания Highscreen самостоятельно не устанавливает. Вот здесь написано 2.2 без всяких апдейтов. Стоит ли надеяться, что когда-нибудь здесь появится более свежая операционка, то, что компания Highscreen будет обновлять свое детище и дальше? Честно говоря, думаю, что нет. Под экраном находятся 4 клавиши уже привычной андроидной функциональности. Единственное, что выглядят они несколько иначе. То есть имеют несколько другие пиктограммы. Но если, скажем, клавиша домик еще более-менее узнаваема и понятна, вот эта клавиша с изображением лупы – это, скорее всего, поиск. Клавиша назад имеет вот такой вот скругленный дизайн, такая стрелка, которая бегает сама друг за другом, за своим хвостом. И крайняя правая клавиша, по всей видимости, не что иное, как меню. Ну, раз уж мы попали с вами в меню аппарата, давайте посмотрим, как настраивается та самая индикация. Есть в разделе «Экран» отдельный подпункт, который называется LED Settings. В нем находится пункт, который связан именно с нижней подсветкой, нижними светодиодами. Вот, например, сейчас я могу включить индикацию этих светодиодов и задать цвет свечения. В данный момент они светятся желтым. Кроме этого, присутствует зеленый цвет свечения. Соответственно, синий – третий вариант. Розовый – это вариант номер четыре. И, наконец, фиолетовый, можно сказать, вкрапинку – вариант номер пять. Таким образом, пять вариантов свечения, которые могут срабатывать, например, на будильник. Вот здесь в закладках мы выбираем, что делать. При срабатывании будильника, например, включать светодиод. Каким цветом и включать этот самый светодиод. Здесь мы можем выбирать, каким цветом нам показывать индикацию при пропущенных вызовах, полученных сообщениях, непрочитанных сообщениях, которые, соответственно, пришли на телефон ваше отсутствие. Как будет вести себя светодиодная индикация в момент срабатывания будильника и так далее. Все это находится как раз вот в этих пунктах меню. Стал бы я пользоваться такими фишками, ну, не знаю, мне кажется, что это какое-то баловство. Что касается начинки устройства, в принципе, она достаточно неплоха для такого сверхбюджетного аппарата. Это процессор с частотой 600 МГц, производства Qualcomm, 512 МБ ПЗУ и 256 АЗУ. Конечно, не фонтан, но, с другой стороны, что же вы еще хотели за такие деньги? Работает ли здесь мультитач? Сделать это всего проще на картах. Сейчас мы находим приложение карты. Открываем, он покажет, где мы в данный момент находимся. Вот таким образом, да, да, действительно, ребята, все хорошо. То есть аппарат справляется с мультитачем и как-то все это более или менее работает. Хотя, естественно, никакой особой плавности при вот таком вот движении не наблюдается. Но что приятно, за эти же деньги мы получаем GPS-приемник и, например, встроенное FM-радио. Давайте послушаем звук, который издает встроенный динамик. Так, заходим в настройки, выбираем звук, выбираем мелодию телефона и пошел звонок. Не понимаю, откуда он звучит. А, ребята, звучит на самом деле тот самый динамик, который должен звучать в ухе. То есть означает это то, что в качестве, скажем так, меры по удешевлению устройства этот же динамик работает и тогда, когда вы разговариваете по телефону, и этот же динамик звучит в тот момент, когда аппарат получает сигнал, входящий сигнал вызова. Значит, чем это чревато? На самом деле это не очень здорово, потому что, если, например, вы собираетесь позвонить или просто поднесли аппарат к уху, и в этот момент раздается звонок, у вас установлена максимальная громкость, то вы рискуете просто повредить себе ухо. Такое решение я уже встречал на бюджетных устройствах, вот в очередной раз мы его получаем в хайскрин Космо. Хотя к громкости этого самого динамика у меня претензий нет. Пора проверить производительность на наших любимых тестах. Запускаем квадрант. Итак, говорим, что мы хотим получить полный бенчмарк. Так, вот аппарат пошел проходить все тесты, позволим, как он справится. Ожидаю не очень хорошие результаты, но если даже он завершится до конца и все произойдет более или менее хорошо, это уже будет хороший результат, потому что ничего сверхъестественного, конечно, мы здесь не ждем. Вот у нас полетели наши любимые картинки. Проход по залу а-ля Quake. Количество кадров невелико. Например, в повороте FPS падали до 7 кадров в секунду. Сейчас вот порядка 9 держится. Конечно, я чувствую, результаты будут совсем-совсем нерадостные. Итак, финиш. Нажимаем «Да» и наслаждаемся. 497 попугайчиков. Для процессора Qualcomm с частотой 600 МГц достаточно предсказуемый вариант. Ничего другого, в принципе, я здесь и не ожидал. Переходим к тесту Neo-Core. Поворачиваю к вам. Нажимаю. Run. Бенчмарк. Поехали. Громкий аппаратик. Ничего не скажешь. Но я представляю, что будет, если вот этот вот вопящий динамик прислонить вплотную к уху. Честно говоря, я такому уху не позавидую. Ну что ж, вот наши результаты. 40,8 фпс. Ну, слушайте, не так уж и плохо. Я думал, будет хуже. Значит, это только то, что, в принципе, аппарат пройдет, наверное, большинство не супертяжелых приложений. В том числе и игрушек. Я думаю, что потянет и достаточно тяжелые трехмерные игрушки. Не бог весть, как хорошо, но потянет. И в этом смысле Cosmo, наверное, можно рассматривать как несложную игровую консольку. Ну и под конец небольшая ремарка по поводу флэша. Уже очень хочется посмотреть, работает он или нет. Но, скорее всего, конечно, нет. Ну и так и есть. На самом деле, вот наш результат. Мы выходим на страничку с флэшем. И здесь нам прекрасным образом рассказано о том, что флэш-плугин для нашего браузера не установлен. То есть чудес, извините, не бывает. Ну и под конец есть смысл сказать про камеру. Несколько слов. Камера здесь имеет разрешение 3 мегапикселя всего лишь навсего. Она не имеет автофокуса и не имеет светодиодную вспышку. То есть, по большому счету, это наиболее бюджетное и простейшее решение, которое я встречал на последних смартфонах. Итак, выводы. Покупатель такого аппарата – это, безусловно, человек, который считает все до последней копейки. То есть, это некоторым образом пропуск в мир Android-смартфонов. Наверное, это один из самых дешевых аппаратов. Дешевле его, ну, представить себе что-то сложно. Может быть, это какой-нибудь брендированный смартфон МТС или Билайн. Но наверняка он будет иметь более узкую функциональность, так как Cosmo все-таки оснащен достаточно смешной системой нижней светодиодной разноцветной подсветки. Здесь есть FM-радио, здесь есть GPS, здесь есть неплохой экран с неплохим разрешением, который уже гораздо лучше, чем, скажем, в том же самом Samsung Fit. Так что, в принципе, ребята, наверное, это неплохой вариант. Но надеяться на обновление и поддержку от компании Highscreen, я думаю, что все-таки не стоит. Ну, а выводы, естественно, делайте сами. Спасибо нашим друзьям, компании Телегород, за предоставленное на тест оборудование. Спасибо, что смотрите Мобайл МХО. До свидания.